Оплата проезда в автобусах транспорта Верхней Волжи лежит на совести самих пассажиров. И некоторые пользуются случаем бесплатно прокатиться на общественном транспорте. Как ловят безбилетников узнала наша съемочная группа. Остановка Полиграф Комбинат. Что в Пролетарском районе? Заходим в автобус номер 21, следующий по маршруту Мигалова, улица Левитана, 42. Людей в транспорте достаточно много. Через несколько остановок в автобус заходят контролеры. Процедура проверки оплаты проезда стандартная. Показать билет, приложить проездной или карту к специальному устройству у контролера. Некоторые пассажиры, которые не оплатили проезд, сразу при виде проверяющих начинают оплачивать его. Зайцев в автобусе оказалось не так много. И все оплатили проезд. Однако все равно пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. В салоне оказался пассажир в нетрезвом состоянии. Как вы себя чувствуете? А вы что-то сегодня употребляли какие-нибудь вещества? Или алкоголь? А? Водку употребляли? Ну тогда надо проехать с нами. Наша съемочная группа продолжила участие в выявлении безбилетников. Садимся в автобус номер 20, курсирующий по маршруту Мигалова, энергоремонт. Здесь также достаточно много людей. Кстати, помимо проверки оплаты проезда, контролеры напоминают о необходимости ношения масок в общественном транспорте. И вот прямо на наших глазах один зайчик успел выбежать на следующей остановке, не оплатив проезд. Безбилетники, конечно же, есть. На ваших глазах уже один молодой человек выскочил, не доказал мне свою оплату. Дальше мне были оплачены наличным расчетом. А так все в полном порядке, все хорошо. Ежедневно на линию выходят 60 контролеров. С июня этого года к ним в помощь подключились сотрудники Росгвардии. В случае, если пассажир ведет себя неадекватно и отказывается оплачивать проезд, для этого у водителя есть тревожная кнопка, чтобы обратиться за помощью. Приезду Росгвардия вправе потребовать у лица, совершившего административное правонарушение, документы, удостоверяющие личность. Ну и, соответственно, в случае отказа данное лицо доставляется в отдел полиции совместно с нашим контролером, где и производится уже оформление административных материалов. Сотрудничество с ведомством продолжится и в дальнейшем. В свою очередь, компания «Транспорт Верхневолжья» напоминает, что для пассажиров существуют разные способы оплаты. Банковская или социальная транспортная карта, через QR-код или наличными водителю.